Сейчас мы проведем традиционную пятничную пятиминутку с Невзоровым. У нас на связи известные российские публицисты Александр Невзоров. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Совсем недавно состоялась встреча Путина и Эрдогана, и можно говорить о том, что отношения из холодных стали даже очень теплыми, сняли ограничения. В отношении турецких продуктов осталось только снять ограничения с помидоров. В общем, да, президенты России и Турции очень мило побеседовали в Сочи в эту среду на протяжении целых трех часов, и действительно, по итогам этой встречи очень часто использовалось такое слово, как друзья. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли все обиды забыты и оставлены в прошлом? Вдруг? Трудно сказать насчет дружбы, но то, что, безусловно, коллеги и единомышленники, это несомненно, потому что это вот очень хорошо понятно на примере Франции, да, и на примере тех французских страстей, которые бушуют. Сейчас объясню, почему я делаю такое, как бы, такое уклонение от основной темы. Вы сразу поймете про отношения Путина и Эрдогана. Вот во Франции бодание за президентский пост, конечно, для россиянина, для русского человека, выглядит смешно, потому что подумаем, а за что они сражаются? За отчетность, за практически безвластие, за весьма тоскливый стиль собственного правления, который ограничен со всех сторон законами прессы и общественности. Вот Путин, Эрдоган, это люди, которые исповедуют и практикуют самый безудержный авторитаризм, и поэтому, конечно, всегда поймут друг друга и всегда будут друг для друга гораздо ближе, чем любые европейские лидеры, чем любые представители, не знаю, парламентских республик и вообще, чем любые представители нормальной цивилизованной власти 20-го года. Однако размолвка между ними произошла достаточно серьезная после того, как в ноябре 2015 года турецкие вооруженные силы сбили российский бомбардировщик, выполнявший задания в Турции. Или все-таки, на ваш взгляд, вот то, что прошло всего полтора года и все отношения снова нормализуются, это показатель, как раз-таки подтверждающий ваши слова? Да, это милые бронятся только те, что я думаю, что будет еще много различных обидов, потому что у России с Турцией всегда были отношения, скажем так, непростые, но вот за счет того, что оба режима либо есть уже устоявшиеся авторитарии, либо с постоянным креном куда-то туда, мне не очень понятно, как в ловушку такой примитивной авторитарности, которую не носят, по идее, в 21 веке, она просто немножко уже постыдно и очень непродуктивно выглядит. Как туда, в общем, сползла Турция, на которую имела возможность влиять и Европа, и вообще, которая больше была открыта миру, чем Россия? Вернемся к чисто российским событиям и поговорим о оппозиционере Алексея Навального. Продолжают его преследовать неприятности после того, как его на прошлой неделе облили зеленкой. Появились новости, что он вообще может ослепнуть на один глаз. Специалисты полагают, что в эту зеленку что-то еще было подмешано, потому что просто так эта жидкость так повредить глазу не может. И к тому же суд отклонил апелляцию Навального по делу Акира Флесе, то есть он признан виновным, но при этом сам Навальный утверждает, что он все равно будет участвовать в следующих президентских выборах и будет проводить президентскую кампанию. Что вы скажете за Навального, так сказать? А Навальный очень своеобразная фигура, и в России воспринимается, ну, сильно неоднозначно. Причем он почему-то не является символом противостояния сегодняшнему режиму. Он скорее все равно часть этого режима. То есть он не доктор, не лекарь проблем, а скорее симптом. Его очень жалко в этой истории с глазиком, хотя по моим представлениям о действии зеленки, ну, там просто может быть маркировочная зеленка и вексирицидные зеленки отличаются, потому что, знаете, зеленка еще употребляется для того, чтобы в лабораторных условиях прокрашивать препараты или там оттенять всякие микро-микро явления для микроскопирования. Но вообще такой эффект может дать, конечно, и зеленка, потому что, ну, то, что с ним происходит, оно непонятно, да? И может быть уже какая-то доля несколько придуманной трагедии и несколько придуманного кокетства в этом во всем есть. Но я в любом случае хотел бы тогда посмотреть на какие-нибудь автоматические документы. Я ему желаю выздороветь, безусловно, да, потому что... Хотя, вы знаете, можно существовать с одним глазом, как подсказывает наш пиратский опыт. Но, тем не менее, проблемы с глазом его настолько серьезны, что он даже собирается отправиться в зарубежные клиники и даже ему выдали загранпаспорт, который не выдавали в течение пяти лет, для того, чтобы он поехал и полечился. Он обязан обыгрывать любую проблему, любую трагедию, любую драму, которая случается с его жизнью, в его жизни, и выжимать из этой проблемы все до последней капли ради пиара, ради известности, ради... И это нормально, в этом нет никакой приметы порочности или дурной игры. Это абсолютно правильно для человека, который вышел на политическую большую дорогу. И, конечно, на этой большой дороге должны входить те все средства. Вряд ли мы... Спасибо, вряд ли мы смогли выжать всю информацию до последней капли из Александра Невзорова, потому что у нас было всего пять минут, и эту пятиминутку мы заканчиваем. Для того, чтобы связаться с Александром Невзоровым через неделю, а сейчас продолжить наш эфир. Субтитры создавал DimaTorzok